Когда мы были у них в Норс-Дакоте, служитель сказал, мы бы хотели, чтобы вы к нам каждый месяц приезжали. Я сегодня подумал, может вы к нам каждый месяц приезжайте. Нам понравилось, как вы поете стихотворение, очень благословенно, пусть Бог благословит. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Приветствует вас церкви осийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью, церковь Иисуса Христа. Братья и сестры, вообще-то, а сколько церквей у Господа есть на земле? Она одна. У Бога нет многоженства, никогда не было и никогда не будет. Он любит одну. Он ее всегда любил, и он ее всегда будет любить. Однажды надо было даже за нее умереть. И он умер. И он умер. Он ее любит. Она у него на земле одна. Так уж случилось и получилось, что на какое-то время он, жених, он Господь, живет в одной стране. В высшней стране. А его церковь живет в другой стране. Так получается. Но это будет так не всегда. Так будет не всегда. Придет такое время, когда церковь и Иисус Христос, они объединятся. И дальше, после того времени, всегда-всегда-всегда вовеки. И Иисус и Его церковь будут неразделимы. Хотя мы живем сегодня в земной стране, Он небесной. Но Он Господь, Он Бог. И Святым Духом Он все равно с нами. И, конечно же, плотскими глазами нашими мы не можем видеть Его. Но сколько раз. Духовными глазами своими. Я и ты. Мы Его видели. Сколько раз чувствами нашего сердца мы Его чувствовали. Его теплоту, Его любовь, Его ласку, Его заботу, Его милость, Его присутствие. И мы знали. А Он здесь. Он не оставил. Церковь Иисуса Христа на земле. Она у Него одна. Люди на земле наделили, поделили многое. Поназывались своими именами. И эти имена имеют конкретные свои названия, как динаминации. В одной конкретно какой-то взятой динаминации, даже в протестантизме, люди поназывали церкви другими еще именами. И в конце мы живем в такой действительности, как говорят, куда ты в церковь ходишь? И как отвечают? Фамилию называют. Называют фамилию. Мы недавно знакомились с одним братом, и мы спросили, куда ты ходишь? Он говорит, как куда? К себе? Я говорю, у вас есть своя церковь? Он говорит, ну, Господа, я просто там служитель. А, ну так-то лучше. Люди поназывались своими именами. И, братья и сестры, ну, так, может быть, для какого-то понимания, разграничения, кто где, кто чей, может, оно как-то работает. Но, братья и сестры, это неграмотно. Да, духовно, теологически, это неграмотно. Нету церкви, я уже не буду сейчас фамилии называть. Нету таких церквей. Есть церковь Иисуса Христа. Люди поделили на такое понятие «ваши и наши». Туда не идите, это не наши, а вот это наши. Почему-то наших всегда меньше, не наших всегда больше. Это, мне кажется, человеческая работа. У Иисуса есть одна церковь на земле. Одна церковь. И здесь тот текст, который я прочитал, он говорит, «Осийские церкви передают привет». И следующий «Акила Прескила с домашней церковью». Я вот прочитал этот текст и думаю, интересно. Домашняя церковь-то какая? В нашем понимании это какая церковь домашняя? Наверное, какая-то ячейка. Тоже такое новое слово. Кстати, мы его не употребляем, другие употребляют ячеечное служение. Наверное, какая-то группка. Наверное, пресвятера, когда с той церкви бывают где-то на каких-то съездах и спрашивают, сколько у тебя членов. Наверное, они так в полголоса говорят, сколько. Потому что другие говорят, громко говорят. Есть же мега церкви. О, у нас там. Столько-то хоров, столько-то и так дальше. А тут домашняя церковь. Ну что это домашняя церковь? Как вообще мы в христианстве смотрим на вот такие вот домашние церкви? Есть ли они, существуют ли они сегодня? Да, мы это все переводим в некий духовный смысл. Говорим, конечно же, есть. Вот каждая семья отдельно взятая, это домашняя церковь. Ес, да, так есть. У каждой семьи есть свой служитель, это глава семьи. Понятно, это все норма, так есть. Но все-таки домашняя церковь. Какая она? И приветствуют вас церкви осийские, и приветствуют вас усердно в Господе. Мне кажется, немножко даже приветствие другое. Даже какое-то осийские просто приветствуют, а вот усердно и в Господе приветствуют Акилой Прискила и с домашней церковью своей. Оттуда идет какой-то даже такой более горячее привет. Домашняя церковь. Друзья, какая она? Я очень хочу. Я очень хочу, я так подумал, мне так оно как-то пришло на сердце. Я очень хочу, чтобы та церковь, поместная, в которой находимся мы с вами, как раз-то она и была, как раз-то она и была церковью домашней. Что это значит? Это значит, чтобы в нашей общине, в нашей церкви, где Бог дал и мне, и тебе расти, чтобы мы шли сюда как? Как домой. Домашней. Я очень хочу, чтобы в этой церкви у нас была домашняя атмосфера. Я очень хочу, чтобы в эту церковь, нам и нашим детям, нашим внукам хотелось идти, и они чувствовали себя здесь дома. Я просто дома. Мне здесь хорошо. Я дома. Все, куда я ни гляну, это все наше, это все мое. Я дома. Домашняя церковь. Домашняя церковь приветствует вас. Акила, Прескила, со своей домашней церковью. Друзья мои, домашняя атмосфера. Кто ее может создать для нас? Да, конечно же, я хочу прийти сюда, приступить порог этого млитвенного дома и окунуться в домашнюю атмосферу. Вот только бы кто-то бы мне ее создал. Вот если бы вы, конечно же, создали мне такую домашнюю атмосферу, чтобы я пришел и I fell home. А кто эту атмосферу должен вообще создавать? А как же так сделать, чтобы наша церковь, она была домашней, уютной, вот как свое такое гнездо? Вот я здесь, и мне здесь хорошо. Я здесь, и мне здесь хорошо. Когда я не здесь, мне сюда хочется. Я понимаю, братья и сестры, что эту атмосферу должен создавать я и ты. Я понимаю, что эту атмосферу должны мы создавать все. Есть библейская фраза, евангельская, меня били, а чего у тебя рубцы? Потому что меня били в доме любящих меня. Это о Господе. Там есть глубокий духовный смысл. Но я не думаю, что это есть правило для нас, что в доме любящих обязательно надо бить. Не? Или надо? Не. В доме любящих надо, наверное, прежде всего, любить. Я очень хочу, чтобы наша церковь была домашней, церковь, чтобы здесь была атмосфера домашняя. Я понимаю, за меня кто-то это не сделает от атмосферы. Я понимаю, что мы должны все создать такую атмосферу и понимать, мы трудимся для себя же. Мы создаем ту атмосферу, в которой мы будем хотеть сидеть, пребывать, или же не будем. Это зависит от того, как мы создаем атмосферу. А это отношение, друзья мои милые, это отношение, это отношение, это отношение. Я знаю, я знаю, я знаю ужасные случаи, на самом деле, ужасные случаи, когда приходили люди, и первый эффект, первая встреча такая, он говорит, я больше сюда никогда не приду. Никогда не приду. Я помню, в детстве такой страшный момент видел, когда я пришел в церковь, покаялся в юности моей, и на одном молодежном мероприятии один сынок служителя ударил сильно в живот такого мальчика, который, в общем, такой несверющий с семьи, с такого сословия, такого, ну, низшего сословия, и он его ударил, тот сел и заплакал. И больше он никогда не пришел, и до сих пор не ходит. Я думаю, кто за это ответит? Кто за это ответит? Конечно, мы своих детей не учим бить кого-нибудь в церкви, не учим. Кто за это ответит? И я, братья и сестры, не понимаю, если бы, если кто-то придет, и когда-нибудь мне Бог скажет, из-за тебя, тот и тот не хотели в вашу церковь ходить, прямо из-за тебя. Кто ты так встретил? Ты так улыбнулся? Ты так согрел? Ты так обнял? Друзья мои, это страшно. Сохрани меня, Боже. Может, лучше сразу сесть на заднюю лавку? Сохрани меня, Боже. И вас, и нас. Домашняя церковь, домашняя атмосфера, домашняя. Хочется, правда? Не, ну правда? Ну правда же. Хочется. Пусть Бог нас благословит и поможет нам создавать такую атмосферу. У нас есть люди сейчас, за которых мы помолимся. Нечипуренко, Роман, Алена, Альбина, Роза. Встаньте, пожалуйста. Это семья Нечипуренко. Они посещали нас. Все увидели? Можете присесть. Они посещали нашу церковь. Я не знаю, что им понравилось здесь. Наверное, что-то понравилось. Они проявили желание быть с нами. И я хотел бы, чтобы сегодня мы их приняли в нашу домашнюю церковь. Чтобы они пережили здесь домашнюю атмосферу. И я очень хотел бы, чтобы они никогда не пожалели, отчего мы туда пришли. Аминь. Пусть Бог всех нас благословит. У нас очень добрый Бог. Он нас очень сильно любит. Давайте же будем пребывать в Его любви. В этой молитве мы благословим Господа, Его церковь и новых членов нашей церкви. Встанем. О, мой Иисус.